так это гладиатор 5 типичная поломка не идет из контрольного отверстия водичка для охлаждения вот основная проблема у некоторых моторов даже не у некоторых моторов а тех кто пытается обслужить то есть ну что там разберем редуктор да или там что там помпу разберем поменяем сами там крыльчатку и и пойдем в путь и вот после таких мастеров я разобрал и смотрю то есть да тут какой-то герметик вообще непонятно чем здесь делать герметик но бог с ним с этим герметиком почему же у человека через два часа с половиной примерно как он сказал установил крыльчатку и водичка не идет ну так вот маленько прироса и у человека не идет водичка то есть помпочка не качает почему она не качает сейчас посмотрим вернее я уже посмотрел хочу показать вот крыльчатка да ну человек крыльчатка эластичная все на месте шпоночная про . на месте но здесь я просто шпонку убрал чтобы понимали этот нету то есть она зафиксирована была при разборе в чем же проблема проблема в том что вот эту площадку неправильно установили сейчас объясню почему я не знаю даже почему зачем-то установили по-другому крыльчатка имеет две стороны одна сторона полированная поближе вам показать вот вот эта часть полирована видите то есть она даже не работала здесь ее нужно было установить вот так если человек установил вот так площадочку где у нас вращается крыльчатка все бы было хорошо человек установила вот так вот видно да вот и тут где прорези то есть специальная да прорезь забора воды там не знаю здесь здесь углы острые с этой стороны то есть здесь они закруглены их видно вот с этой стороны не острый получилось человек разобрал крыльчатки здесь вот видно даже сожрало вот эта сторона у него вот даже посмотрим то есть вот эти вот кругленькие штучки остались вот эта вся плоскость вот эта плоскость она съелась крыльчатка когда работала вот так здесь у нас острые вот их и даже видно вот они острый острый зазубрины когда крыльчатка вот так работала резину она всю свою оставила на этих острых зубцах по пластинам все здесь крыльчатка была уже потом не обжата и получается что у нас там щель получается вот эту часть вот эту часть я сожрал у я уже тут нету все вот видно то есть здесь плотненько стоит а здесь образовалась щель и крыльчатка уже имеет потери то есть вода уже не забирается она уже просто выбегает вот вроде все целое все целое но не работает поэтому сказать что 50 раз там кто-то разбирал умеет а чё там перчатку поменять чё это у меня лодочный мотор там тысячами штук чё там не поменяешь что ли но так ассо не поменять не всегда можно поменять так чтобы она работала должным образом нужно знать конструкцию полностью какая плита у тогда пластина как она должна стоять стояла бы так у человека все бы было замечательно единственно бывают такие вот ошибки при сборке вот и конечно никаких вот этих герметиков здесь они не нужны это абсолютно вот этот весь герметик потом он пойдет у вас двигатель будет забивать каналы каналы мы потом видим они у нас вот такие вот да вот такие вот каналы ну то есть там пройдет и здесь деньги становится у вас хорошо что можно будет здесь разобрать что-то продуть а если там ничего не продуется поэтому при сборке помпы будьте аккуратны собирайте правильно будет вам счастье не машьте никогда никаких герметиков новая прокладка ставится поставлена прокладку новое здесь уплотнение резиновое если это износилась пластины значит и меняйте если не износилась значит менять и просто кричат здесь тоже герметик не допускается чего-то герметик зачем он не нужен здесь совсем вот как-то так обзор неправильной сборки помпа у человека